Друзья, всем привет! Вы на ютуб-канале Фабрика Новин. Мое имя Катерина Фодотенко и ми есть ныне. Это Артемий Троицкий, журналист и музычный крыток. Артемий, здравствуйте! Витаю, Катерина! Много чего хочется обсудить, но давайте начнем с ваших ожиданий от того послания, которое будет буквально через неделю Путина. Значит, он будет выступать с посланием к Федеральному собранию и 24 числа будет годовщина полномасштабной войны. Как вы думаете, в целом, что будет сказано и какие выводы может делать Путин по прошествию года большого вторжения? Ну, вы знаете, если говорить об ожиданиях, то, естественно, все ожидают, что он скажет, что, ребят, мы обосрались, украинцы нас сделали. Я приношу свои извинения всем десяткам, если не сотням тысяч погибших. Это все моя вина. Я ухожу. Ну, и тут, значит, или прямо в прямом эфире себе пустят пулю в лоб, вот, или просто, значит, отдаст себя в руки мирового правосудия. Такие ожидания. Это, конечно, ожидания такие очень слабкие, но не очень реалистичные, прямо скажем. Так-то я, на самом деле, ничего от Путина не ожидаю, потому что он очень хотел, чтобы ко времени его послания российская армия одержала хоть какие-то победы, хоть что-то там захватила, отжала, уничтожила. Но ничего этого, слава богу, не получается. Вот, поэтому похвастаться Путину будет нищим. Скажет там, естественно, что все у нас в порядке, что все идет по плану, что мы молодцы, мы, типа, держимся. Против нас все силы сатанинские западного мира, а мы, значит, стоим героически и их не пущаем. Ну, в общем, то есть, я думаю, что будет очередной набор какой-то лабуды, какой-то ерунды. Не думаю, что он объявит о чем-то важном. То есть, если объявит, ну, что он может объявить? Мобилизацию он объявить не может, потому что мобилизация в России не прекращалась. То есть, она как шла, так и идет. Другое дело, что она там то затихает, то усиливается. Вот, что еще он может сказать? Объявить какую-нибудь тотальную войну. Не думаю, что он это станет делать, потому что страшно ему идти на какие-то радикальные вещи. Естественно, очень может быть, что будет снова прозрачно намекать на то, что у России имеется ядерное оружие, что мы ядерная сверхдержава и так далее. В общем, какую-нибудь такую ерунду говорить. Вот, это может быть. Ну, просто, чтобы как-то вдохновить народ, который так уже слегка приувял в процессе этой позорной войны. В общем, я как-то без особых, без особого любопытства, скажем так, ожидаю этого послания Путина. Думаю, что ничем он не удивит. А как вы думаете, сидя у себя в кабинете или в бункере, или где он там может сидеть, или в бронепоезде, об этом тоже, кстати, поговорим, может ли этот, не буду называть человек, диктатор, пожалеть о том, что он сделал, о том, что он 24-го числа прошлого года принял такое решение, потому как побед, видимых и ожидаемых, за весь год у Российской Федерации нет. Я не знаю, жалеет ли он об этом, но я, слава богу, может, и, к сожалению, с Путиным не знаком лично. И не могу сказать, что как-то там глубоко проник в его извилины. Если бы на его месте был нормальный и трезвый человек, то, естественно, он пожалел бы об этом и пожалел бы много раз. Более того, и повинился бы, и покаялся, и вспомнил о том, что он все-таки офицер, и есть такое понятие, как офицерская честь, и сделал бы себе харакири. Ну, или пулю в песок. Потому что, конечно же, тот ужас, который одна эта сахотина натворила, он совершенно неописуемый и безграничен. И в этом веке ничего еще хуже на нашей планете не было, чем вот эта война, которую затеял Путин. Так что, если он этого не сделал, то, по-видимому, не столько он жалеет о том, что произошло, сколько бесится от того, что бессилен и не может сломить народ Украины. Там еще после обращения Путина к Федеральному собранию на следующий день запланирован концерт в Ложниках. Вы, как музыкальный критик, ознакомились уже с меню артистов, которые будут в этом победобесе участвовать. И являются ли они, по-вашему, ну, вот такой вот элитой российской культурной жизни, общества? Вы знаете что, может быть, вы, Катя, меня как-то просветите в этом смысле. Я вообще не интересовался и совершенно не в курсе того, вывесили там уже имена, фамилии этих артистов-холуев или нет. Ну, я думаю, что там будет стандартный набор, там, какой-нибудь Газманов, Басков, какая-нибудь Чечерина, Цыганова. Ну, в общем, все артисты из второго дивизиона и не скажут, что это самое популярное, уж тем более не скажут, что это самое способное и талантливое. Нет, это все обычные путинские лизоблюда, которые получают за это огромные деньги, у которых сейчас, на самом деле, как бы пик карьеры, то есть они уже давно никому не были нужны, а теперь все хорошие артисты, по-настоящему популярные, все или съехали, или сидят в России, но молчат. Вот, а вот этим вот, крикунами, без гунаем, им теперь самое раздолье, то есть они теперь выступают и в Ложняках, и на Красной площади, и где только не выступают. Ну, естественно, на территории Российской Федерации. Вот, так что у них сейчас самая пахота, и это, конечно, на народ это мало влияет, потому что артисты какие-то, они все довольно блеклые, и кроме одного паренька с накладными дредами по кличке Шаман, причем латинскими буквами, что особенно патриотично, в общем-то, даже как-то и вспомнить некого, ни одного нового имени, ни одного яркого явления. А, возможно, были у вас личные какие-то разочарования в тех людях, которые в прошлых таких победоносных, победобесных, прошу прощения, концертах участвовали, в Ложняках тех же, да, там Газманов, Полина Гагарина и остальные. Может быть, в ком-то разочаровались и не ожидали такого? Вы знаете, нет, в общем-то, все было ожидаемо. У меня вот это размежевание со всеми этими ура-патриотами произошло еще в 2014 году. В 2014 году, ну, естественно, после захвата Крыма и нападения на Донбасс, в общем-то, тут я как бы свои человеческие связи зачистил. Вот и были у меня действительно некоторые, в общем-то, даже, можно сказать, не знакомые, не приятели, а, можно сказать, друзья, которые оказались на стороне зла и мрака. Ну, там, скажем, тот же Иван Хлобыстин, который сильно прославился тут на последнем концерте на Красной площади с воплями Гольда. Вот, или там Александр Скляр, Бадик Степанцов, там еще некоторые люди. Не могу сказать, что этих людей, которые у меня отфильтровались из числа друзей, что их очень много, но несколько таких было. Вот сейчас, вот в 22-м, 23-м году, я не могу сказать, что нашлись какие-то артисты, которые меня сильно удивили в плохом смысле. Очень четкую позицию заняли Максим Галкин и Алла Борисовна Пугачева. Как вы думаете, вот такой шаг Аллы Борисовны, как он повлиял на ее восприятие россиянами? Потеряла ли она, там, большую часть поклонников или нет в России из-за своей, ну, по факту, адекватной позиции? Вы знаете, что, ну, как бы дать какой-то четкий, квалифицированный, уверенный ответ на этот вопрос я не могу, потому что для этого надо, на самом деле, общаться с людьми, причем со многими людьми, или проводить какие-то социологические замеры, опросы. На мой взгляд, на мой взгляд, Алла Пугачева гораздо более популярный человек в России, чем Владимир Путин. На мой взгляд, любовь к ней, это, в общем-то, более трепетное чувство, чем любовь к войне и Донецкой, и Луганской области, и даже полуострову Крым. Вот, поэтому я думаю, я думаю, что позиция Аллы Борисовны, ну, не скажу, что очень, скажем так, радикальная, вот, а такая, скорее, выдержанная в полутонах, но, тем не менее, понятная, антивоенная, антипутинская. Вот, я думаю, что это произвело на народ, в общем, довольно сильное впечатление. Другое дело, что народ российский занимается сейчас тем, что набрал в рот воды или водки и молчит. Вот, и мнение свое высказывают буквально единицы, вместо того, чтобы миллионы выходили на улицу. Вот это вот, на самом деле, самое обидное во всей текущей ситуации. Молчит, потому что поддерживает или потому что боится репрессий? Я думаю, что большинство молчит, потому что трепещут от ужаса. Вот именно, что боятся репрессий. Ну, в России миллионы силовиков, то есть буквально миллионы, если посчитать вместе, Росгвардию, милицию, ФСБ. Вот, я уже не говорю там про всякие эти ЧВК и так далее. Вот, очень-очень массивная силовая опора у Путина. И действует она жестко, и народ она запугивает тоже с большим удовольствием. И, к сожалению, народ на это запугивание поддается. А вы согласны с мнением, я вот на днях общалась с российским оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым, и он говорит о том, что в этом всем очень важную роль действительно отыгрывает пропаганда российская, и их цель, цель телевизора в России сейчас, показать тому русскому, который против войны, что он в меньшинстве. Даже вот этот концерт в Лужниках, на который сейчас собирают массовку, создан с целью того, чтобы показать, что вот как бы ты один там, может быть, есть против войны, а вот ты видишь, вся Россия поддерживает войну. Как вы думаете, насколько тут важна роль действительно пропаганды? И если в один прекрасный день там уходят эти все Симоньяны, Соловьёвы и так далее, и приходит нормальная журналистика в Российскую Федерацию, сколько понадобится времени, чтобы поверили телевизору адекватному, а не вот такому? Ну, Катя, вы задали сразу несколько вопросов. Простите. Так что я буду отвечать как-то постепенно. Во-первых, я считаю, что роль пропаганды несколько преувеличена. У советских людей ещё в своё время выработался некоторый иммунитет государственной пропаганды, и я не считаю, что, скажем, российское население образца 22-го, 23-го года намного тупее, чем советское население образца, там, скажем, 75-го или 82-го года. Так что я думаю, что те люди, которые поддерживают войну и поддерживают Путина, они на самом деле в любом случае бы это всё поддерживали. Вот это просто такие-то моральные мутанты, у которых совершенно сместились в голове понятия добра и зла, войны и мира и так далее. В общем, такой чистый Орвелл. Но я думаю, что таких людей не то чтобы очень много. Я думаю, это 15-20% населения, вряд ли больше. Большинство людей, в общем-то, войну не поддерживает и пребывает в тихом ужасе от того, что в стране происходит. Пропаганда на них не влияет. Они это дело вообще не воспринимают. Это, в первую очередь, молодёжь. Во вторую очередь, это люди такие более или менее образованные и интеллигентные. В третью очередь, это население больших городов. То есть оплот Путина – это маленькие города и сельская местность, люди предпенсионного или пенсионного возраста и при этом ещё малообразованные. Таких людей в России, в общем-то, очень много, разумеется. Но, как я уже сказал, это не больше 20% населения. Так что я бы не стал так уж сильно преувеличивать роль пропаганды. В конце концов, Соловьёвым, Симоньян, Киселёвым и так далее заслушиваются в основном те люди, которых уже переубеждать не в чем. Они уже стали вот этими мутантами. И, слушая все эти визги российских пропагандистов, они на самом деле слышат у них то, что хотят услышать. То есть речи о том, чтобы кого-то переубедить или что-то внушить, а в этом речи нет. Они каждый день перенимают какие-то новые анекдотические аргументы. То там нацисты, то сатанисты, то биокомары, то НАТО и так далее. В общем, в голове у них полная каша, так же, как, собственно, и у пропагандистов тоже. Вот. А если говорить о том, что произойдет в России, если вся информационная повестка тут же сменится, я думаю, что, в общем, это приведет к тому, что общественное мнение в России, в общем-то, тоже сильно-сильно поменяется. То есть в первую очередь оно поменяется за счет тех людей, которые сейчас молчат. Вот. Они перестанут молчать. Так же, как это было, скажем, в СССР в период перестройки их гласности. Как только сняли цензуру коммунистическую, как только стало можно обо всем говорить, тут же десятки миллионов советских людей, тут же, значит, они превратились в ярых антисоветчиков, антикоммунистов и так далее. Это произошло очень быстро. Это заняло там один-два года. Вот. То точно то же самое произойдет и с путинскими нарративами. А вы, ну, я уверена, что, наверное, слышали вот эту историю с сыном Соловьева, который писали разные средства массовой информации о том, что он, значит, работает в Британии моделью. А сегодня Соловьев очень активно, так яро, заступился за своего сына и сказал, что нет, он ни в какой-нибудь Великобритании, он в Москве был, есть и будет. Это все российские, украинские, прошу прощения, пропагандисты, цитирую, размещают эту новость в тот момент, когда я нахожусь на фронте в Артемовске. Это пропагандистская работа украинских спецслужб, сказал Соловьев. Как вы думаете, россияне верят в то, что Соловьев сейчас на фронте? И в целом задаются ли они вопросом того, что, ну, вот мой сын, условно, да, мой брат Кумс Ват идет воевать в Россию непонятно за что, а вот сын Соловьева где-то в Британии работает моделью. Ну, я так думаю, я так думаю, что это такая хорошая история и, естественно, естественно, на российскую публику это действовать. Меня, кстати, удивило то, что Соловьев в своей программе на это дело отреагировал, то есть, по всей видимости, эта история стала настолько популярной, да, настолько массовой, как там это говорят, вирусной, вот, что он же отмалчиваться на эту тему не мог. Вот, хотя отреагировал он где-то 3-4 дня спустя, после того, как эта история была раскручена в социальных сетях. Думаю, думаю, что вряд ли кто-то Соловьеву верит, тем более, что оправдывается он крайне неуклюже. То есть, во-первых, он сказал, что ребеночек его не в Лондоне, а в Москве, и при этом не упомянул, где в Москве, где он учится, или что он там делает, в каком вузе, или где он работает, ничего об этом сказано не было. А во-вторых, он не ответил на главный вопрос, а почему сынок, которому 21 год, почему не на фронте? Он что, он больной, там у него статья какая-то, значит, имеется, по которой, значит, он от армии откосил, или что, в чем дело? А это, собственно, был основной вопрос, который был адресован и Соловьеву, и, кстати говоря, еще и певцу этому патриотическому Олегу Газманову по поводу его сыновей. У него их два, по-моему, так же, как у Соловьева, призывного возраста, вот, который тоже крайне жалким образом пытался отмазать своего сынка, говоря, что он в армии не служил, у него никаких навыков нет, там, и так далее. То есть, можно подумать, что у всех остальных, кто сейчас используется на фронте в качестве этого фарша мясного, кровавого, вот, что у них у всех там какие-то супернавыки, и они все, значит, тренированные бойцы. Нет, это все, это все, конечно, все эти оправдания выглядят максимально жалко, и народ они никак не убеждают. А как вы думаете, после победы Украины, где будут все эти пропагандисты, знаете, как говорят, переобуются в воздухе, будут бежать прятаться, или останутся в Россиюшке, значит, ждать поезд в Гагу? Я думаю, я думаю, что, в общем-то, у разных людей будет разная участь в зависимости от меры их вины. Я так думаю, что самые одиозные персонажи, ну, вот такие, как Соловьев, кто там, Вселев, Симоньян, там, еще несколько человек, вот, я думаю, что они будут переданы в руки правосудия и осуждены на какие-то сроки, и что они отсидят. Но таких будет немного. Большинство же, да, или переобуются, или им даже не придется так особо переобуваться, потому что, ну, в конце концов, телевидение и прочая пропаганда, это же не только вот эти говорящие морды, да. Это еще и операторы, и режиссеры, и монтажеры, и так далее. Они все, естественно, скажут, да, но мы вот это все, конечно, снимали, монтировали, но мы ни в чем не виноваты, это же не мы тексты писали, мы люди подневольные, мы люди несчастные и так далее. Я думаю, что, в общем-то, в их жизни ничего не изменится. Напоследок, коротко у вас спрошу, как вы думаете, удается ли Путину сейчас до сих пор сохранить образ в глазах российского населения, образ великого могучего лидера, который только вот он может спасти Российскую Федерацию, потому как была информация, что для Путина сейчас построили целую секретную сеть железных дорог, которые ведут к его резиденциям, и передвигается он сейчас только в бронепоезде. То есть боится, получается, по факту своих? Ну, то, что у Путина паранойя, это известно давно. Так что вот эта история с бронепоездом, она на самом деле абсолютно неудивительная, а более чем предсказуемая. То есть его сравнивают, естественно, и с корейскими Кимами, которые тоже все ездили вплоть до нынешнего Кинчанына на бронепоездах и боялись летать самолетами и вертолетами. Точно такая же история была с Иосифом Сталином, потому что, скажем, как минимум одна линия метро в Москве – это бывшая линия, так называемая Филевская, ведущая из Кремля, от апартаментов Сталина к нему в Фили на ближнюю дачу. Ну и, кроме того, имеется еще театр Советской Армии там же в Москве, это уже к северу от Кремля, который тоже был построен, в принципе, как такой бункер для Сталина с гаражами для танков и даже пусковыми установками для ракет. Так что Путин в этом смысле повторяет всяких прочих диктаторов, и в этом ничего удивительного нет. Что касается до его образа великого и непобедимого, то я так думаю, что этот образ уже, ну, по крайней мере, для всей маломальской соображающей части населения уже давным-давно развеян. Если бы считали его великим и непобедимым, то не бежали бы люди из России миллионами. Причем не просто люди, а люди как раз ценные для страны, то есть молодые, образованные со знанием языков, со всякими полезными навыками и так далее. Вот. Так что думаю, что Путин имеет вот этот самый непоколебимый образ вождя только для очень-очень небольшой части населения. Я бы сказал, даже уже не для 20%, но так как процентов для 10 таких особо упертых и особо ничего не понимающих. Артемий, спасибо вам огромное за то, что нашли возможность, время и желание присоединиться к нашему эфиру. Спасибо. Да, пока счастливо. Слава Украине. Героям слава. Всего хорошего. Слава Украине.